Так, настало время матраса. Сейчас мы его будем раскрывать. Расправляться он будет у нас на полу. Насчет речного дна мы толком информации не нашли, но скорее всего фанерка нужна. Я думаю, что нет. На кровать его положил, чтобы он расправлялся. Нет, насчет расправления это вообще 0,5%. Я не о том говорю, я говорю о том, что на постоянке все-таки матрас будет провисать между этими. И потом, когда вам потребуется его перевернуть, то, соответственно, все-таки, ну вы тоже пишите, как у вас если речное дно лежит ли у вас в фанере, если нет, то не отражатели это негативно на матрасе. Я же сказала, что будет пакет, на котором будет возможность положить его. А ты говорил, что не будет. Видишь? Только он у тебя порвался немножко. Мы прямо на это положим, соответственно. Да, только ты эту дальше оттягиваешь. Ну как я могу оттянуть, если матрас поднимет? Вакуум Когда ты освободишь, то да, все мы сможем. Вакуум еще и террует. Вон, уже все, провакуум. Хорошо. То есть, сейчас он начнет расправляться, поэтому давай быстрее. О! О! Все, вакуум начинает. А он еще в дополнительной пленке? Да уж. Подожди, а вот эту дополнительную пленку не надо снимать? Верхнюю? Сюда его. Или как? Ай, блин. На стол все. Так очень аккуратно. Его переворачивать надо. Не ставь его ни в коем случае бочиной. Его тут же надо перевернуть. Он ни секунды не должен стоять. Но ты в итоге все... Его надо еще здесь скрывать. А он у тебя прорвался, но не до конца. Видишь? У тебя вот, потому что... Вот эту верхнюю часть надо снимать. Он у тебя, посмотри, формируется вот здесь. Ты не видишь что ли? Быстрее нож. Да ничего не будет-то, блин, Лен. Платрон не разбираешься, не говори. Ты кипичник. Дай, пожалуйста, нож. Вон там смотри что. Вон за тебя нож. Ну, я как бы, да, радею за вещи. Украсно успокойте матрас, удалив пленку. Угу. Подверните матрас и положите его на ровную поверхность. Угу. Слышишь? Не это ли я тебе говорила? Два дня вылежатся. Кстати, не воняет он. Писали там, что вонять может. Ничего не воняет. Сейчас я вот эту вот сниму. Кот уже грызть начал пакет, как обычно. О, крутится. В общем, вот так вот срезали, но при этом, смотрите. Ну, я срезала, мне захотелось взять, так сказать, бразды правления в свои руки в этой ситуации. Но почему-то мне как-то, знаете, когда кто-то разрезает вот так вот пакет, мне неспокойно, мне кажется, что что-нибудь порежут. Ну, не знаю, это как-то, а я сама делаю, вижу, что да, все под контролем. Да, Тобиас? Вот, короче, постепенно он сейчас уже раздувается. Он должен быть 16 сантиметров в высоту. Вот, мне показалось, в принципе, что это маловато. Ну, как бы матрас по всем параметрам нам подходил, поэтому так. Ничем особенно... Так, смотрите, жрет пленку. Так, прекрати это есть! Ай, Тобиас! Там от одного до двух дней он должен полностью принять форму. Вот, на нем так и так спать нельзя. Тобиас! Ну-ка, брысь! Не залазь на матрас только. А то мало ли, ты хоть и мало весяшь, но все равно. Вдруг это повлияет на... Надо будет дверь сейчас закрыть. В общем, тут видно складки. Еще должен он расправляться. Вот так, ребят, работает матрас в вакууме. Мы немножко смущались. То, что... Ну, как бы, как это, да? Как это повлияет на сами слои. Тем более, здесь кокос. Ну, я вам рассказывала, что внутри матраса. То, как бы, как. И, в общем, тысячи пружин на спальное место. Это, если кому интересно... Матрас здорового сна. Димакс... Димакс... Оптима 500, короче. Я здесь просто не вижу. А, вот, Оптима 500. Размер, соответственно, 120 на 200, как у нас и кровать. Потихонечку он распределяется. Вот здесь, допустим, было ниже. И меня как-то, знаете, смутило. Я думаю, в смысле? Мало ли. Просто важно, чтобы за два дня это все было абсолютно... Вот... Так, микрофон забыла вставить. Вот такая вот ткань. Вот такую мы выбрали. Fulton Ivory. Не знаю, почему я сказал слонову. Ну, похоже, да? Такая слоновая кость, можно сказать. Выбирали, значит, между вот этим еще вариантом и вот этим. Причем, я больше склонялась сейчас к какому из этих, по-моему, вот этому. Но, по факту, все-таки Рома настоял на этом. Тем более, Дима хотел именно светлый. Действительно, это хороший вариант. Ну, вы сами видите. Вот такое фото кровати нам скинули. Ну, то есть, чтобы мы посмотрели, как она выглядит именно на фотографии. И на сайте она выглядит немного по-другому, потому что у нее вот здесь вот получается такой же изгиб снизу, как и вот здесь. Вот. Как вы можете наблюдать, здесь выглядит высокая спинка. Это нас смутило. Мы не обратили внимание, что действительно размер изголовья на самом деле там указан стандартный. Мы, получается, как стандартный взяли. Вот. Но даже нам, на самом деле, выше сделали. Там 88, 89, может быть, что-то такое. Нам, короче, сделали, так если смотреть по этой, то вообще 94 я посмотрела. Или 93, что около того. Здесь, соответственно, 90. Ну, в общем, классно. Так что, хорошо, что так, да, что не ниже, ниже было бы вообще. Но обидно, досадно, но что поделать. В общем. И пойдемте я вам в реале еще раз ее покажу. А на самом деле она намного круче, намного лучше, чем вообще вот здесь. И также нам высылали вот такие вот варианты расцветок, да, чтобы мы могли посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что, опять же, на самом сайте не очень понятно до конца, да. То есть, ну, это не то. И, в общем, вот такой Венге 2 у нас получается цвет кровати. Заходим. Он уже раскрылся сильнее, как я могу наблюдать. Да, уже побольше определенно. Более выровнялся. Но пока вот тот край все равно как-то ниже немного, да, выглядит. Ладно, окей. Ну и вот, смотрите, да, это просто вот, действительно, это слоновая кость. Боже, как же красиво. Вы видите, насколько лучше, чем на фотографии кровать. Во-первых, там не было вот таких фигурных вырезок. То есть, там не было. Тут есть. Смотрите, они такие красивые. Вот на самом деле я бы сказала, что кровать сделана с любовью. Вот настолько она качественная. Кстати, кому интересно, мы брали в магазине мебель S. Вот. То есть, я осталась с качеством полностью довольна, абсолютно. Посмотрите, вот эти, о боже, как же это красиво сделано. Вот реально кровать делаю с душой. Просто с душой. С душой, с любовью. Вот люди, которые занимаются изготовлением кроватей, явно любят свое дело. Вот, по крайней мере, нам вот так вот повезло. Возможно, там разные смены, но у нас вот так. И это здорово. Единственное, что, смотрите, вот тут немножко пережато или не дотянуто. То есть, вот здесь слегка ткань, она вот так. Вот это, конечно, немножко минусово. То есть, или здесь пережато сильно. Вот то, что здесь тоже, как вы видите, сборка. Ну, здесь меньше. То есть, здесь более все растянуто. А вот тут есть такая фигня. Ну, как бы, понятно, что без погрешностей сложно. Особенно, когда такая работа происходит. Да, к слову, мы вместе с доставкой за кровать отдали 20 тысяч. Вот. Видите, насколько она лучше. Да, и вот этот цвет, Венго 3. Красивый. Да. Вот здесь вот. Так, в общем, шикарно. Конечно, если бы мы еще спинку выше взяли и обратили внимание на то, что там стандартные параметры, то было бы еще лучше, но и так хорошо, в общем-то, на самом деле. На самом деле, и так хорошо. Вот. Очень крутая. Я считаю, что мы угадали с выбором в плане цвета. Цвета, что обивки, что... И ткань, кстати, тоже очень классная. Смотрится дорого. Очень красиво. Ой. Ой. Ой, что я делаю? Прикиньте. Села на матрас. Вообще, что я с ума схожу, что ли? Ха-ха-ха. Просто раз и хотела сесть на матрас. Что это было? Что это было? Нельзя на него пока не садиться. Ничего. Вот это, кстати, жесткая сторона. Получается, здесь кокос. А с той стороны... Я так поняла, потому что внешняя сторона... Да, она же двухсторонняя? Разносторонняя. Вот. То сверху у него кокос, а снизу пена. Баланс, по-моему. Или как она называется? Здесь, может, написано. Дайте матрасу, значит, вылежется. Так. Все это понятно. После распаковки матрас принимает свою форму. Так, это тоже понятно, где тут слои матраса. Нам сказали, что... Ну, как бы... О, да, ярлык будет. Все есть ярлычок. Все хорошо. Вот. И также у них все сертификаты есть. Все классно. В общем, пишите ваше мнение, как вам кровать. Сейчас я это включу. Как вам эта кровать? Потом с матрасом, с постельным бельем. Со всем этим будет выглядеть вообще круто. Смотрите. Единственное, у нас получается здесь... Ну, это даже уютнее, мне кажется. Достаточно высокая передняя спинка. То есть, она как бы загораживает. Как бы, соответственно, и габариты больше у кровати выглядят. В связи с этим. То есть, из-за того, что у нее передняя. Если бы спинка здесь была низкой, то есть, прям как у нас в комнате по уровню, соответственно, основания, да, то тогда бы она выглядела менее габаритно. И таким образом еще и было бы удобнее. Потому как ты проходишь, допустим, в комнату, ты можешь сесть на кровать вот здесь, с этой стороны. А тут, получается, ты уже сесть так не можешь. Но одновременно именно с такой высокой спинкой, на мой взгляд, уютнее выглядит кровать. И более это, ну, дорогой вид придает кровать, я считаю. Хотя, с точки зрения удобства и меньших, как бы, габаритов, да, визуально, в частности, удобства в плане использования днем, а не только, там, для сна, то есть, присесть и так далее. То есть, ты не можешь сесть вот так вот вот просто и смотреть там в окно. То это, конечно, не очень выгодно. А в плане уюта очень даже хорошо. Посмотрим, как Диме будет, как он это оценит. Вот так вот, понимаете, вы ложитесь, и у вас не просто, да, там, вперед вы смотрите, у вас как бы это спинка. Она будто бы защищает. Ну, мне кажется, что какой-то такой уют это вызывает, да. И я говорю, визуально это прям такая царская кроватка, очень красивая. В общем, пишите ваше мнение и вообще любые комментарии. Кстати, при закрытой двери стало понятно, то есть, я дверь закрыла, открыла, да, запах действительно есть. Он довольно-таки активный от матраса, и он присутствует в комнате. Его не чувствуешь, если только ты, как бы, принюхиваешься. Ну, поэтому не настолько прям вон, чтобы тебе вообще там было некомфортно находиться тут. То есть, быстро привыкаешь и почти его не ощущаешь. Вот, кстати, сейчас окно открою, чтобы получше проветривалось это все. И вот, но нет такого чего-то дикого, прям совсем, да, неприятный. Он немного, если вот так заходишь, после того, как... Ну, здесь нет сейчас проветривания получается, и дверь закрыта. Соответственно, он здесь скапливается, его чувствуешь. Ну, а если устроить проветривание, вообще, думаю, проблем не должно быть. Блин, как красиво смотрится, вы посмотрите. Я вот так сейчас гляжу на эту красоту и восхищаюсь. Ну, матрас пока тут, то, соответственно, все выглядит довольно странно, сумбурно, да, все занято. Соответственно, когда матрас ляжет туда, то все это будет выглядеть гармонично и клево. Вот, суперски просто. Не, а кровать шикарная, конечно, очень красивая. Субтитры сделал DimaTorzok